Стихийная торговля захватила тротуар на улице Старозагора. Здесь все, что душе угодно. Яства, игрушки и одежда. Торговцы с покупателями вежливые и разговорчивые. Охотно рассказывают, из чего платье шито, с какой дачи помидор привезли. Но при появлении проверяющих из районной администрации и нашей съемочной группы внезапно теряют до речи. Вам же не первый раз уже выписывают протокол. Вы же знаете, что вы здесь незаконно. Продается почему? Мало того, что лоточники разворачивают торговлю в непредназначенных для этого местах, так часто и вовсе не имеют на руках никаких документов, ни разрешений на торговлю, ни сертификатов качества товаров. Бегаю, понимаете, по палаткам и прошу в долг день. А на вас составляли уже протокол? Да на меня, господи, на меня чего-то не составляли. А как ваша фамилия? Веселкова. Меня всегда составляет чужая. У нас есть места для пенсионеров на шибке, буквально сюда, подальше. Импровизированные прилавки из ящиков и коробок придают неряшливый вид всей улице. Однако самих лоточников это не смущает. Как и то, что вечером после рабочего дня ветер разносит эти коробки по всей округе. Вот эти ящики вы куда понесете сейчас? На мусорку. А вы платите за то, что на мусорку выносите ящики? Ну, мы же их не делаем. Эти коробки где набрали? Вы же все выбрасываете. Нет, нет, это все мое домой. А вот эти ящики. Вы сказали, столики должны быть. Вот столики. Смотрите, такие раскладные столики. Вот эти ящики. Это всегда прям под рукой. Вот рынок есть, там всем хватит вес. А зачем вот это вот? Вот это вот зачем? Молоко творится. А для чего? И так в городе бардак. Каждый день с утра забивается вся площадь. Торгуют. И все страны они торгуют. И все страны на остановке торгуют. Буквально 10 минут назад здесь бойко велась торговля. Но к приходу сотрудников администрации остались только ящики. Готовые после ухода проверяющих вновь превратиться в прилавки. Такие рейды в промышленном районе проводятся ежедневно. За один визит специалисты составляют до 12 протоколов. Штраф от полутора до пяти тысяч рублей. Те, которые несколько раз заплатили штрафы и поняли, что лучше заплатить за аренду торгового места и торговать в специально отведенных местах, конечно, они уходят. Но на их место, к сожалению, появляются новые лица. Среди новеньких зачастую не жители Самары. Приезжие из Оренбурга, Уфы или совсем без российской регистрации. Их личности помогает установить полиция. От штрафа не уйдет ни один незаконный торговец. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова